Продолжение следует... Продолжение следует... Большой такой фитнес-фестиваль, который называется Benefit в этом году, это уже будет четвертый год. Ну и в рамках этого фестиваля наш многолетний партнер и товарищ Саша Ярощук уже четвертый год подряд будет проводить Одессу Атлетик Челлендж. По комплексам, по комплексам, ну в принципе мы все постарались расписать заранее, поэтому я думаю вопросов нет, будьте внимательны, первому потоку мы детально на месте все объясним. В этом году решили двинуться, Саша решил двинуться чуть-чуть дальше. Ну и пригласил нас с кросс-рецептом поучаствовать в организации и, скажем так, разделить чуть-чуть этот большой объем работы, который необходим для проведения классного ивента. И я думаю, сегодня, если погода не подкачает, мы станем свидетелями действительно крутого и классного события. Сейчас приветственное слово главный судья наших соревнований Масхалец Павел, его все знают, если он не уезжает. Всем привет, рад помогать Саше в этой организации. Каждый год людей становится все больше и больше, что приятно наблюдать. Пока что погода нам благоволит, поэтому пока не жахнул дождь, я предлагаю приступить. Поэтому честный бой, жесткая борьба мочи, как говорили после Ленов-БР на МТВ. Поехали! Вообще моя задача сегодня здесь следить за тем, чтобы основные судьи вели себя хорошо и выполняли свои функции правильно. Есть с ним какой-то уже опыт в этом деле. Мы кроссфитом занимаемся уже с последних лет 6-7. И, наверное, на самых первых соревнованиях мы уже тогда судействовали. В этом году с товарищем ездили на региональный в Берлин. Они тоже посмотрели, как это должно быть. И какие-то для себя моменты почерпнули. Касаемо судейства, касаемо организации, будем пытаться это внедрять. Таня, за линию! Таня, за линию! Умничка! Повернись за коврик цепляешься, стакалка! За коврик стакалка! Всем привет, молодые люди! Рад вас приветствовать! Спасибо большое за то, что приехали сегодня! Два слова! Классное место, крутая компания, отличное оборудование, отличные комплексы, пусть победит сильнейший! Всем удачи! Давай, давай! Поехали! Поехали! Давай, давай! Давай, давай, лошей! Для того, чтобы играть у Долса, Необходимо сложить очень много паззлов в одну картину. Это не так просто, что забросили в машину пару гирь, две штанги выехали и соревнуются. Ивент каждый год все масштабнее и масштабнее. Планка уже поднята высоко и для того, чтобы шагнуть еще выше. Он каждый раз меняет форматы, каждый раз ищет пути улучшения качества и материально-технической базы, и призовой фонд, ну и в принципе и состава участников. В этом году соревнования будут проходить в нескольких категориях. Это категория военнослужащие, девочки и мужчины-аматоры, а также профессионалы. Александр пригласил 8 команд, достаточно сильных атлетов, которые сегодня будут показывать, на что способен человек в плане всестороннего развития, развития 10 физических качеств. Я думаю, будет очень интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самостоятельно, естественно, такие вещи не делаются. Поэтому, задействовав свои связи, задействовав свое имя, заручились поддержкой крупных компаний. Все началось с того, что многолетние технические партнеры Септима, в принципе, наверное, лучший производитель фитнес-оборудования в Украине, группа компания Интератлетика, дала добро на изготовление совершенно новой рамы, совершенно новой конструкции. Мы соревновались на подобном оборудовании в Италии, очень понравилось. И именно для командных соревнований это то, что надо, в принципе. То есть были переговоры с компанией, мы сбросили эскизы, компания оценила свои технические возможности. Ну и пошли навстречу, изготовили раму, которую мы сейчас приедем на морвокзал посмотреть. Очень-очень красиво, функционально, в общем, классно. Ну, потом, когда мы уже поняли, что с технической точки зрения у нас поддержка есть, и вон состоится, то начали думать о том, как сделать это красиво. Ну, во-первых, наш друг Мария Мариарти сделала все, чтобы в соцсетях это было красиво оформлено. И человек уже ни один, ни одно событие помогает нам освещать, ни одно продвигать в соцсетях. Во-первых, в соцсетях это было очень красиво, красочно, информативно. Во-вторых, николаевские компании, такие как Мятка, согласились для николаевской команды на хороших условиях пошить красивую форму. Ну, ее вы тоже сегодня увидите, ну и плюс. Кристина точно так же решила, что победители и призеры должны на подиуме выглядеть соответственно. И красивая форма, красивые футболки для победителей и призеров. Опять-таки, Маша поработала над дизайном. Все, в общем, в лучших традициях европейских соревнований. Группа компаний Агрофьюжн, конкретно Инагро, Алексей Сыпко помогли в софинансировании этого всего дела. Многолетний партнер CrossFit Septem и, в принципе, шикарная благотворительная организация People's Project в очередной раз помогла украинскому просвету финансово и предоставила денежный приз. Хочу напомнить о том, что People's Project являлся соорганизатором первых курсов подготовки инструкторов для, скажем так, для подразделений флота и вооруженных сил Украины. Два курса проведено в тесном сотрудничестве. А с People's Project они помогали, но за что им большое спасибо. Компания Velmet тоже предоставила призы своей продукции. Один из лидеров на рынке. Ребята из Одессы тоже кто-то по спортпитанию. В общем, будет, сегодня будет за что побороться. Будет интересно. Давай! Два, три. Держать! В этот момент будет обратный отчет. Убедитесь, пожалуйста, в том, что вам судья выставил обратный отчет 2000 метров, потому как, ну, до секунды, до той секунды, будет результат. Это первая оценка. 2000 метров на двоих. Сразу за этим вы наволняете 50 пар. Вышли. Дождь! 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 Вынешнем кальше вышки, блядь! Дождь! Дождь! Давай! 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 Три, молодец! Ты молодец! Еще! По три, по три! Три вдоха выдохай! На турник марш! 20 штук на команду! Потом 40 60! Подхопничать через переплату! Давай, давай! Чуть-чуть ускоряйся! Они перегоняют! Давай! Давай, давай, давай! Давай! Идея, по-моему, третий или четвертый год проходит Одесса Атлетик Челлендж в рамках фестиваля. В разных интерпретациях и соревнованиях. И индивидуалы, аматоры и индивидуалы и профессионалы в этом году решили собрать команды. И команды не только среди аматоров и профессионалов, но и среди военнослужащих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 которая уже на сегодня, насколько я знаю, больше 50 человек уже зарегистрировались на прошлую школу. Завтра совместно с одесситами Путцев Сережа приедет тоже, прочитает одну лекцию. Мы проведем такой однодневный интенсив и уверен, что качество занятий людей, которые завтра посетят, и качество занятий клиентов вырастет уже с понедельника, нужно будет применять те вещи, о которых мы будем говорить завтра. Девушки отдыхают. В этом ответы две группы. Все половина времени прошла. Первая группа делаем двенадцать присыпаний. Отключите на них! Четыре! Также хочется отметить активность атлетов в кроссфит-секторе. Небывалое количество участников. Тринадцать команд по два человека сегодня приедут в Одессу и будут бороться за подиум. Очень, конечно, хочется, чтобы в пару призовых мест, может быть, даже кто-то и выиграл. Потому как ребята готовились, планомерная подготовка прошла, была запрограммирована. Я думаю, в оптимальных кондициях мы, по крайней мере, тесты показывали. У нас в прошлой неделе, что сильно прибавили за полтора месяца, которые были отведены на подготовку. Поэтому сегодня посмотрим, кто как справится с волнением. Потому как кроссфит – это не только подготовленность во всех физических качествах, это еще и ментальная подготовка, умение справиться с стрессом и умение подстроиться под какое-то влияние окружающей среды. У меня сегодня может быть все, что угодно. Может и дождь пойдет, соревнования останавливать никто не будет, будем работать. Продолжение следует... Главным организатором мероприятия является Саша Яросчук. Это зубр украинского просвета общества. Просто нестареющий молодой человек, можем так его назвать. Молодец. Ко всему подходит очень извешенно, толково. Все продумывают до мелочей. Есть чему поучиться. Выступая на соревнованиях с ним, мы всегда что-то новое подчеркиваем. Мы растем рядом с ними. И я думаю, организация подобных мероприятий именно в таком масштабе для нас это первый такой очень большой проект. У нас в Николаеве мы проводили уже классный турнир, который Power Battle назвался в мае. Но все-таки стоит признать, что масштаб чуть-чуть другой. При всей поддержке уже даже тех партнеров, которых я перечислял выше, это все равно не то. А Саша, Саша молодец. Старается, имеет определенную поддержку от вертикали, от колбаса. И уже четвертый год подряд организовывают такие соревнования. Данное мероприятие, всю фитнес-конвенцию организовывают сеть фитнес-клубов Вертикаль. Насколько я помню, 4, это в прошлом 5 фитнес-клубов по всей Одессе. Достаточно хорошего такого класса. Крайний открылся это Вертикаль Аква, большой клуб с бассейном. И вот эти ребята, они уже четвертый год подряд здесь, на юге Украины, организовывают большую фитнес-конвенцию. Международные приглашают людей и за рубежа. И в принципе, это такая отличная, классная возможность для фитнес-тренеров приехать и поднять свой уровень как специалиста. Поприсутствовать на мосты-классах, на воркшопах. Ну, за что им большое спасибо. Спасибо Вертикали за то, что делаете бенефит. Реальная польза. Реальная польза. Реальная польза. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok